Спрашивает, вот нога не разгибается, вот человек ее пытается разогнуть, да, она не разгибается У кого, не дай бог, такая проблема? Не надо разгибать ногу Не надо разгибать ногу, это не означает, что у вас она всегда согнута Просто не надо действовать насильно Понимаете, вот нас приучила, вот не знаю что, история страны или русский язык, или ментальность какая-то Все делают через силу, все делают насильно Вот нога не разгибается, а я тебя разогну Не надо, не надо Попробуйте отнестись к ноге, как к ребенку, да Ребенка можно подавить, особенно ваш ребенок Но зачем это делать? Ведь не подавленный ребенок потом станет другой совсем личностью А подавленный ребенок пойдет вниз Так же с ногой Попробуйте со своей ногой Не то, что даже договориться, рано, рано договориться Попробуйте свою ногу почувствовать Она у вас была согнута, может быть, столько лет А вы ее даже ни разу за эти годы не почувствовали Понимаете? Расслабить ногу Игорь Алексеевич, нога не разгибается Я пишу, расслабьте ногу Не поверьте, что мне отвечают люди Я не понимаю, что такое расслабить ногу Понимаете? Правильно Правильно Человек действительно не понимает, как расслабить ногу Он всю жизнь мог только ее насиловать Мы так, понимаете? Вот это будто въелось в плоти и в кровь Не знаю, что такое расслабить ногу Наверное, вот я телевизор смотрю Одну ногу расслабил вниз, положил Другую голеностопом на нее Наверное, это я расслабил ногу Это не расслабление ног У нас есть потрясающее видео О том, как вообще расслаблять что-либо в своем теле Любое расслабление должно быть структурно Я там показываю тряпку, кручу ее И показываю, как тряпку распрямлять И как тряпку складывать Мне казалось, что когда я взял эту тряпку в руки Что любая хозяйка меня поймет Потому что тряпка такая простая аналогия Любая хозяйка тряпку Вот напишите в комментариях Сколько вы раз в день эту тряпку скручиваете Любую тряпку От половой тряпки до кухонной тряпочки для посуды Сколько вы ее скручиваете и раскручиваете в день И меня хозяйка не понимает Говорит, если я еще не понимаю Скрути тряпку Не понимаю, как это к моей ноге относится Я говорю, когда вы ноги вот так вот положили Одна на другую еще и скрутили Это что? Это скрученность Это расслаблено в этом? Говорит, не знаю Я говорю, скрутите тряпку Расслаблена она? Говорит, наверное, нет Я говорю, вот, наверное, и ноги тоже не расслаблены Смотрите Еще раз Если мы тряпку скомкали И просто бросили на пол Она расслабится там? Нет Вонь пойдет, она загниет Правильно? Положите тряпку мокрую в угол Не подходите к ней 3 дня Там будет вонь, но не расслабление Если мы хотим, чтобы не было вони В ногах, например, в тех же самых Если мы хотим, чтобы они расслабились Не скручивайте их Расслабьте И это структурно Расслабление Это когда мы потянули что-то за концы Понимаете? Но так потянули Понимаете, чтобы оно пришло в движение Не дернули, чтобы оно поралось А потянули Контролируемо Вот там, где мы тянем Это и есть пределы Также мы учим ногу распрямлять Чтобы распрямить ногу Нужно потянуть Потянуть А физиологический сгиб в колени Не убирать Не убирать Его нужно сохранять Эта ценность Понимаете, когда, не дай бог, у вас ногу согнуло Просто у вас Слишком много там Этого физиологического сгиба Слишком много Коллапсировало колено Колено коллапсировало Нужно его убедить в том Что коллапс не нужен Ни ему Ни вам Ни опорно-двигательному аппарату Который вас с ним соединяет Поэтому Мягко Тонко Умно На каждом шаге Люди говорят Игорь Сея, дайте упражнение Ты можешь делать упражнение 12 часов в день? Я дам Не можешь Никто не может А шагать по квартире Ты шагаешь дня, часов в день Если не больше И на каждом шаге Договаривайся со своей ногой Чтобы она распрямилась Поставив физиологический сгиб Это будет работа Это и есть работа Это работа круче, чем цигун Делайте такую работу Вы не только ногу вернете В естественное положение Вы еще и станете просто мудрецом Человеком знания Люди будут за вами толпами ходить И каждое слово ловить Сейчас вот будут обязательно люди Которые напишут Игорь Сеевич Сплошное бла-бла Я не понял ни шиша Не поняли? Конспектирую Многие люди не понимают Только потому, что для них Это слишком большой объем информации Уменьшайте Каждую фразу Пишите, думайте Пишите, думайте Я не говорю пустых фраз Каждая фраза Сказанная на этом канале Может сделать человека здоровым Одна фраза Выпиши ее Прочитай ее 8 раз А потом еще на ней 800 раз подумай Вот он путь знания Другого пути нет Не придуманы, любимые мои Любим вас на канале Мастер Го И с вами был его ведущий Субтитры сделал DimaTorzok